В самом конце сезона, перед летними гастрольными каникулами, в МХАТа имени Чехова представили превью спектакля «Дом». Новая постановка должна стать премьерой будущей осени, но режиссер Сергей Пускепалес, поставивший пьесу Евгения Гришковца, решил уже сейчас привлечь зрителей в свой дом. Это его первая постановка на легендарной мхатовской сцене. С драматургом Евгением Гришковцом он дружен давно, и дом подружил их с Игорем Золотовицким, который играет в спектакле главную роль. Суета за кулисами малой сцены МХАТ, как и положено на пороге любого приличного густонаселенного дома. И хоть до официальной премьеры еще два с половиной месяца, первый показ на публику волнителен не менее. Взяв для первой своей постановки в МХАТ пьесу Евгения Гришковца, Сергей Пускепалес признается, особое наслаждение получает от работы с командой, с которой за трехмесячный срок репетиций сложились отношения дружеские. К тому же тема в той или иной мере оказалась близка всем. Спектакль получился. О надежде, которая не должна нас покидать по поводу всего, в том числе вариантов изменить жизнь. Нам удалось добиться вот этого сочетания трогательности и в то же время ясности намерений. Главный герой Игорь в исполнении тезки Игоря Золотовицкого почувствовал желание перемен человеком уже состоявшимся, преуспевающий врач, уважаемый глава счастливого семейства. И только одного оказалось не хватает ему для счастья собственного дома. Я понимаю, что это грубость, это ситуация, абсурдность. Ну понимаете, я вот так раз о нем мечтал всю жизнь. Что Женя роднит меня с Гришковцом, что он так доходчиво формулирует какие-то важные позиции жизненные. Очень это правильно, когда очень легко говорится об очень важных вещах, которых мы забиваем в жизни. Важные вещи – любовь, дружба, верность. С решением купить дом герою приходится обновить все свои, казалось бы, устоявшиеся идеалы и представления. Друзья, в которых он был так уверен, отказываются одолжить ему денег на мечту. Самое время отчаяться. Если я прошу, значит не надо. Я же как добрым, ничего не просил у них. Я же прошу не на хлеб, не на реках. Я прошу на дом. Простое желание купить дом незаметно переворачивает всю жизнь главного героя. В конце концов, у него остается только один день до того, как дом его мечты будет продан другому. Вполне достаточно, чтобы попробовать все изменить. Валерия Кудрявцева, Сергей Данилин. Новости культуры.